Ведитель Иоанн Златоуст в одной из своих проповедей на Вознесение Господня спрашивает, какой сегодня праздник? И сам же я отвечаю, важный и великий, превышающий человеческое разумение. Потому что сегодня примиряется человеческий род с Богом, сегодня прекращается вражда, многовековая война, сегодня приходит дивный мир, о котором даже и мечтать было невозможно. Чтобы приблизиться к пониманию сегодняшнего праздника, нужно, конечно, знать историю. Но не просто ту историю, которая изучается в светских учебных заведениях, история, которая предлагает нам последовательность тех или иных событий, а историю подлинную, священную историю, богооткровенную историю, которая открывает человеку подлинный смысл человеческой истории, отвечает человеку на вопрос, кто я, зачем я, и какое мое место в этой последовательности различных событий и истории. Именно божественная история нам открывает о том, что человек венестворением. Бог создает человека, передавая ему свое отражение, свой образ и подобие. Бог надевает человека способностью та же, как и вон, радоваться жизни, быть бессмертным. Но, к сожалению, человек выбирает нечто иное. Он выбирает жизнь без Бога, не понимая, что вообще, в принципе, жизни без Бога быть не может. Потому что любое творение имеет жизнь только от сопричащихся с Богом, с источником жизни, с источником бытия. Если человек отрывается от этого источника, то он постепенно углядает и, конечно, конец такой жизни смерть. Священный мученик Иериней Леонский так и говорит, грех, вошедший в жизнь человеческую, это раскол, это разлом. Раскол между Богом и человеком и последствия этого разлома и раскола это отделение человека от Бога и вследствие этого пленность человеческого есть сестра и самосмерть. Но что еще ужаснее, это то, что когда человек отрекается от Бога, он собственноручно передает себя в руки дьявола. Ведь действительно, вся история человечества до пришествия Христа в Спаситель это мучение. И даже те праведники, которые понимали подлинное свое состояние, они ничего не могли сделать. Грех настолько обладел человеческим поведением, человеческой жизнью, что даже те подвиги, которые праведник совершал, они все равно не давали человеку свободу от дьявола, свободу от греха. и участь была для всех одинаковая. Это ад. Это то место удаления человека от Бога. Это то место, где нет Божественного света. Это то место, где не проявляется источник подлинного бытия. Именно поэтому Бог, создавший человека, настолько его любит, что сам хочет исправить эту человеческую ошибку. Он берет на себя человеческую природу. И через страшные мучения, позор, крестные страдания, Он исправляет человеческое естество. Он воскресает, показывая каждому из нас, что цель человеческой жизни это бессмертие, это жизнь будущего века, это способность человека, невзирая на то, как тяготит человеческая природа ко греху возможность быть святым, быть за Христом и быть во Христе. Святитель Григорий Палама говорит, что воскресение принадлежит каждому человеку. Независимо от того, хочет он этого и не хочет. Потому что каждый человек, который рождается после воскресения Христова, он обладает той природой, способной жить в вечности. Но Вознесение принадлежит только святым. Потому что именно через Вознесение Господне Господь открывает человеку эту способность не просто умственно, не просто мечтательно, не просто теоретично верить в воскресение и способность быть вечным. Христос с Вним Вознесением человеческой природы показывает, что предназначение человека в спасении всей человеческой личности и души, и тела. Через Вознесение на небо Господь показал красоту человеческой природы. Он показал эту возможность через борьбу достигать этой красоты и способности в состоянии тела жить в вечности. причем учитывая то, что человек это часть материального мира, преподобный Иустин Попович говорит, что Вознесение Господне это не просто всечеловеческий праздник, это всекосмический праздник, потому что будучи частью этого материального мира, этого космоса и спасаясь через воссоздание своей человеческой природы весь мир спасается. Вот какая великая ответственность лежит на каждом человеке. Спаси не просто себя, спаси не просто людей окружающих, а спаси весь мир, потому что через борьбу с грехом человек очищает свою природу, телесную природу и дает спасение и тем творениям, которые не имеют этого понимания, и даже весь материальный мир спасается через человека во Христе. Именно поэтому праздник Вознесения Господня является закономерным итогом Воскресения Христова. Если не было бы Вознесения Господня, то мы бы так и остались в недоумении и не понимания, да, Христос Воскрес, мы это знаем, мы об этом читаем, а какое это имеет отношение ко мне, конкретному человеку, а имеет прямое отношение, потому что я ношу природу воссозданную Христом, и я могу спастись, спастись, вознеся и свое человеческое естество на небо. То есть как Божество проникло в природу человеческое у Христа, так и Божество Христа проникает в естество каждого человека, когда мы участвуем в Таинстве Христов. То есть Христос возносится в человечестве каждого из нас в самой Церкви Христовой, когда мы через покаяние, очищение себя и через причащение Божественной Таины тела и крови Христовой, мы становимся сотелестниками Христу, то есть мы становимся способными жить во Христе. Но об этом нужно не только знать, это надо принять и нужно так жить. Очень красиво и даже поэтически об этом сказал блаженный Августин, он сказал, тот, кто создал нас без нас, нас без нас спасти не может. Вот какая сила любви Божественной к нашей свободе. Бог дает нам свободу выбора. Да, ты воскресешь, да, ты будешь вечным, но твоя вечность зависит от твоего выбора. Ты хочешь быть со мной, ты будешь наслаждаться блаженной жизнью во Кресте. Ты хочешь быть вечным без меня, ты будешь жить без меня в вечности, но это вечность совсем другого характера, это адская вечность. И поэтому именно от нас зависит, куда мы идем и к кого мы выбираем. То есть все зависит от конкретного выбора человека. И как нужно жить, нам тоже говорит Христос с Божественной Откровением. Вот удивительно, ведь почти все великие события, связанные с жизнью Христа Спасителя, происходят где-то за пределами бурного города и какого-то селения. Это всегда происходит где-то за городом и на возвышенности. Христос рождается в пещере горной, Христос преображается на фаворе, Христос дает самые важные законы, божественные заповеди блаженства на горе, поэтому эти заповеди называются Нагорной проповедью, и Христос возносится на небо на Ионской горе. И это не случайно. В спасении необходимо спокойствие. Вот бурной жизни, вот в перепятях, каким-то образом можно это приложить на жизнь города, эти закоулки, наполненные людьми, это суматоха, когда все поглощено суетой, поиском жизни земной, прелести этого жизни, наслаждения этой жизни. Это все отвлекает человека от главной задачи. Для того, чтобы человек мог отрешиться, он должен быть спокойствием. Вот образ спокойствия это гора, где ты вроде бы один на один с Богом. И Господь избирает именно это место и для каждого из нас. Нужно найти эту гору спокойствия, эту гору возвышения от этих земных проблем, которые будут существовать в этой жизни. Но ведь самое главное, решая эти проблемы, человеческое сердце не должно прилипляться к ним. Это очень трудно на самом-то деле, потому что мы так, к сожалению, привыкли входить в проблемы целиком, и умом, и сердцем, и своим телом. Не понимая, что душа человеческая должна быть всегда с Богом. И тогда проблемы решаются тихо, спокойно. Тогда всегда есть результат. А когда человек страстно хочет, чтобы это не стало, есть на это воля Божия, нет на это воли Божия, решить эту проблему, или стать кем-то, или чего-то достигнуть, вся жизнь уходит, все здоровье оттуда мы тратим, мы становимся больными, нервными, а результата нет. Вот как важно всегда найти эту возможность возвыситься, всегда быть в спокойствии духовном во Христе и со Христом. Вот тогда Господь все и дает нам решить те или иные проблемы. Вот сегодня праздник удивительный, праздник Божественного Домостроительства, Таинства Спасения Нашим, но это еще праздник, который утверждает величие и красоту человеческой природы как таковой. Мы иногда не ценим то, что Господь им дает, не ценим здоровье, не ценим даже красоту человеческого тела. На самом-то деле один из Святых Отцов говорит, когда ты замысливаешься над Таинством Вознесения, ты постарайся увидеть, что Христос возносится в язву. То есть это удивительно в том плане, что Христос по своей природе это идеал человеческого естества во всем. Это подлинная красота человека, какого он замыслен самим Творцом. Но вот красота Христа в конечном результате вот тело Христового красота это красота в бичевании, в ранах, реальных ранах. Это не та красота, которая нам иногда представляется через гламурные журналы, каким нужно быть тогда и тогда. Вот красота человеческой природы, она создает, создана Богом таковым, каким мы рождаемся. Человек красив в младенчестве, человек красив в отрчестве, человек красив в зрелом возрасте, человек красив в старости, в морщинах, в сединах, но иногда человек хочет это поправить. Вот удивительная красота Христа в язвах, вот тех безумных страданиях, которые человечество решило уничтожить Бога, пришедшего спаси человека. Поэтому мы должны во всем этом всегда видеть то великое знамение Божьей заботы о каждом из нас и то величие и красоту каждого из нас, который мы созданы. И цените это по-настоящему ценить, любить, любить себя так, как заповедует нам присутствующий Божественное Откровение. И будем помнить всегда, что Христос Спаситель, как истинный Бог и истинный человек, оставил нам не просто добрые воспоминания о себе, Он через Своё вознесение не оставил нас сиротами, Он не оставил нас в одиночестве, мы не обеднели от вознесения Христова, потому что Он обещал, что пошлёт Духа Божья, Духа Утешителя, который нас наставит на всякую истину. Бог всегда живёт с человеком. Бог никогда не оставит нас в одиночестве с нашими проблемами. Главное, что мы должны всегда понимать, что Бог никогда не будет вмешиваться в нашу жизнь, если мы не откроем в своё сердце. Он никогда не поправит наши ошибки, если мы не будем просить Его об этом. Он никогда не заставит нас делать добро, если мы этого сами не пожелаем. Но когда наше будет внутреннее желание об этом, Господь всегда готов прийти на помощь. Господь всегда готов подать руку милующую, исправляющую человеческие недостатки и ошибки. Мы не можем подчас исправить многие ошибки своей природы, своего характера, только желая и устремляясь к этому, прося помощи Божией, Господь обязательно сам примет участие в нашем спасении. И поэтому будем, дорогие братья, радоваться и торжествовать сегодня, конечно, по тому внутреннему ощущению. Сегодня хочется сказать эти гимные слова, которые мы жили на протяжении 40 дней Христос Воскресе. Мы понимаем, что жизнь наполняется полнотой во всяком событии, связанном с жизнью Бога на этой земле. И через Вознесение тоже дается удивительная радость, торжества человеческой жизни. Будем ценить это и будем благодарить Бога, потому что обещал, что Он когда зайдет на небо, Он обязательно привлечет себя на небеса и всех, кто Его любит. И там мы будем радоваться в вечном блаженстве трипостасного Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Спасибо Господи.